Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома Давайте напишем историю вместе Прекрасная юность Поиски правды Вспывшиеся надежды И данные обещания Флэшмобы в Фейсбуке И случаи из нашей жизни В студии Радио Болтком По пятницам в три часа В программе Очевидец Добрый день, уважаемые радиослушатели Сегодня в программе Очевидец у нас снова наши гости Которая уже нам рассказывала Про историю расстрела царской семьи Поскольку занималась всю жизнь этим делом Но было у нашей сегодняшней гости Еще одно, еще более важное дело Она многие годы руководила отделом науки Газета «Советская Латвия» Это было центральное латвийское издание И оно, конечно же, освещало нас Наряду с другими темами Производственными, сельскохозяйственными Идеологическими, культурными и так далее Добрый день, Светлана Владимировна Добрый день Рады вас слышать В добром здравии И сегодня у нас речь пойдет О уникальном человеке И об уникальном препарате Этого человека зовут Янис Полис А препарат называется «Ремонт-1» И вот Светлана Владимировна Как раз была очевидицей Разработки этого препарата И даже, можно сказать, испытала его на себе Вот буквально горяченьким только что разработанным Светлана Владимировна, расскажите, пожалуйста Как вы познакомились с Янисом Полисом Что это была за организация, в которой он работал Какими разработками занималась эта организация И насколько в то время Вот такие научные исследования Были приоритетом в стране Янис Юрьевич Полис Работал в институте органического синтеза Это был лучший институт в составе Академии наук Латвийской ССР Они занимались тем, что создавали лекарства А Янис Полис После окончания политехнического института Поступил на работу в этот институт И заведовал лабораторией противовирусных соединений И противоопухольных соединений Вот Он был влюблён в одно вещество Которое называется адамантан Это белый кристаллический порошок Парадокт переработки мекции Я пришла в институт Потому что я систематически ходила туда Там работали очень интересные исследователи Которые создавали много чего интересного Для аптек Для ветеринарии И он в этот момент Когда мы с ним познакомились Это были 70-е годы В 1976 году окончательно Был утверждён его препарат ревантодин А в то время он молодой специалист Ему было 34 года Вот Он занимался адамантаном Это Ну каждый учёный себе Химик позволит себе заниматься этим упрямым веществом Которое никак не хотело Подчиняться воле химика-органика Фармаколога Но он его Три года он его превращал в ревантодин Конечно Существовала классическая стадия получения ревантодина Это 9 этапов Каждый из которых состоялось сотен синтезов Реакций А он Чем он знаменит Он превратил этот процесс В 5 стадий И отказался от бромирования От этой стадии Потому что Это очень трудоёмкий процесс Опасный И ожоги может вызвать Поэтому Ему помогали две Молодые научные сотрудницы Ильзе Граве И Вайба И Логове По-моему так Они защитили кандидатские диссертации Полис занимался Адамантаном Я его спросила Почему Вы так Влюблены в это вещество Он сказал Знаете Он Не хочет вообще Почти ни с каким веществом Реагировать Он очень непрямый А я заставлю его Как можно быстрее Чтобы он создавал продукт Нужный Ну вот Потом Люди Не люди А молодые специалисты Которые одновременно с ним Пришли в этот институт Органического синтеза Они Уже защитили Кандидатские диссертации Готовили докторские А он три года Ещё не получил Учёность степени И вот В 76-м году Я писала о нём В 1975-м году В Советской Латвии И в 1976-м году Наконец Когда он сделал Эту работу Защитил Кандидатскую Он очень быстро Защитил Докторскую Адамонтан Это Имеет Красивое строение Как алмаз Он родственник алмазов И представляет Из себя Молекула Адамонтана Представляет собой Кристаллизуется В виде куба Вставленного Один в другой И по углам Этого куба Расположены Атомы Углерода Это в случае Алмаза А если присоединить К ним Атомы Бодорода Получится Углеводород Это Адамонтан И первое Что сделал Он Я не спорюс Он взял И Синтезировал Сначала Амедонтан Это Препарат Для профилактики Гриппа А Оказалось Что Амедонтан Корректирует Молин Паркинсона И вот Когда я пришла В институт Однажды Мне В секретариате Института А институтом Руководил Очень известный Ученый Академик Гиллер Очень тщательно Подбиравший Людей Полюс Был бы Любимым Учеником Один Одним Мне показали Эти благодарственные Письма Со всех концов Советского Союза Люди Благодарили Институт В частности Полюса Правда Многие не знали Что это Именно Полюс Автор Препаратов За то Что Им стало Легче После Применения Корректирующего Амедонтана Но вот После Амедонтана Он пошел Дальше Создавать Ремонтадзин Он его создал И Долго его Такой порядок Существовал В Советском Союзе Новый препарат Должен был Испытываться На улансорах В институте Гриппа В Ленинграде В институте У меня Академика Смородинцева Ремонтадзин Там испытывали Потом В это время Он Был Так сказать Утвержденный Фармкомитет Именно Сдрава СССР И Полис Несколько Внервничал Потому что Ему казалось Что что-то Они затягивают И он Так в сердцах Говорил Ну что Они Делают Я же Ведь себе Не дачу Строю Я же Для людей Делаю препарат Он был Такой Очень своеобразный Интересный Человек Со Своим Мировоззрением Мы Об этом Поговорили Если у нас Еще есть Время Есть Да Конечно Конечно Вот Однажды Я договорилась Применять Как получилось Он Он Очень Помог Потом Полис Зачитил Докторскую Диссертацию В Девятом Году В Девятом Году Он Скончался В Одиннадцатом Году А в Девятом Году Он Успел Получить Золотую Медаль Международной Организации По Интеллектуальной Собственности Но У полиса Жизнь Сложилась Не просто Ведь Мы Сегодня Двадцатая Двенадцатого Апреля Исполнилось Десять лет Со дня Его смерти Угу Ушел Довольно Рано И Кстати В этом же Году Исполняется Сорок Пят Лет Ремонт Один Ну Вот У нас Два Юбилея Сегодня Да Один Грустный Другой Хороший Янис Юрьевич Он Я его не знала Так сказать Его семейное Я знала Что у него Взрослые дети Когда Вот Омер Писали О том Что И умер Он очень Странный Он умер В состоянии Крайнего Истощения Писала Пресса В других И Я очень Удивилась Расстроилась Но Тут Все Не так Просто Янис Полис Стал Ну что ли Одной Жертв Закон о Реституции Частной Собственности Кстати Я тоже Моя семья Тоже Стала Жертвами С мужем Потеряли Трехкомнатную Квартиру Ну там Всякие Были Перепити Короче Говоря И Полис Вынужден Был Покинуть Хозяйский Дом Ему Дали Социальную Квартиру Социальную Квартиру Ему Дали В доме Который Раньше Был Общежитие Вместо Студентов Из-за Рубежа Лучившихся В вузах Риги И он там Он там Он уже был На пенсии Отошел От непосредственных Дел Он был Оригинален Я нашла В интернете Ролик Незадолго До его Смерти Где он Так сказать До пояса Обнаженный У него Висит На груди Ожирили Из-за Янтаря И он Объяснил Девушке Которая С ним Беседовала Журналистка Я их К сожалению Не знаю Не запомню Он объяснил Что он Подпитывается Янтаря Очень Оригинальный Человек Вот Но надо Сказать Что Полис Поделил Свои Заслуги Не только Силзе Грады И Байбой Рагула Он Обязан Так сказать Он Обязан Такой Без Компромиссный Поступ Перемонтодина По Экологическим Дорогам Он Обязан Институту Микробиологии Августа Киркенштейна Такой Институт Возглавлял Академик Рита Александровна Кокон 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 Мам Один Да Она Тоже Скончалась В одиннадцатом Годе Вот И В этом Институте Вирусолог Индулин Муза Константиновна Произвела Опыты С леченными Вирусами Считалось Что Ремонтодин Считалось Что Ремонтодин Не пропускает Вообще Через Мембрану Клетки Не пропускает Вируса Вирус Оказалось Доказала Муза Константиновна Индулин Доказала Что Ремонтодин Позволяет Вирусу Проникнуть Через Мембрану Клетки Но В ядре Он Его Как сказать Уничтожает И Благодаря Этому Вот С такими Данными С таким Посложным Списком Ремонтодин Испытывался В Менинграде На статюте Грипа Сколько Времени Светлана Владимировна Сколько Времени Вот Фактически Ушло На Разработку Этого Препарата То Вы Говорите Что Вы Познакомились С полисом В 70-е годы Когда он Только начинал Опыты Вот С Этим Веществом Которое Похоже Как оно У нас Было Адамантан И В это время Первые Подступы Пошли К Разработке Этого Препарата И Фактически В 76-м Году Он Был Как Зарегистрирован И Уже Одобрен Для Промокологического Применения С С С С Владимировна. И стал производиться то, что? То есть вот 6 лет ушло у него. Да. Ну это же целая процедура. Ведь по 5-6 лет регистрировались в этом фармкомитете. Это была длительная процедура. Но полис не просто синтезировал препараты, они создавали в своей лаборатории промышленную технологию этого препарата, которая была внедрена на заводе онлайн-фарм и сейчас. Так вот, что интересно, когда скончался полис, у меня было очень неприятно то, что писали в газетах, что он в состоянии крайнего истощения. Я очень удивилась. Он получал пенсию, потом ему Академия наук выплачивала стипендию, президент Академии наук и лаборатории. Там тогда был президентом в то время Ян Павлович Страден. А Ян Павлович Страден работал с ним в Институте органического синтеза долгие годы. Страден руководил лабораторию полярографии. И там эта лаборатория, которую он организовал, она исследовала все препараты, поступающие из других лабораторий института. Всякий ядерно-магнитный резонанс, приборы и прочее. И физико-энергетические свойства. Кроме того, что вирусологи помогали и медики тоже. Короче говоря, Страден знал прекрасно полюса и он, будучи президентом, он выхлопотал ему стипендию. У него, собственно, были средства, чтобы не умереть с голоду. Я предполагаю, что он просто бедно экспериментировал, потому что, может быть, есть люди, которые любят голодать, чтобы не болеть там чем-нибудь. Он всё-таки был учёный, доктор наук. И он, вероятно, он лёгся каким-нибудь течением, которое ему было интересно. Он был довольно такой удивительный, у него мировоззрение. Он, например, был прихожанином армянской церкви святого епископа кессарийского Григория. В Григории есть такая церковь, она как-то преобразовалась. Вот он был. Но это православная церковь. Вот он, видимо, был в православии. И он считал, что этот Григорий, святой Григорий Кессарийский, он имел какие-то очень глубокие мысли, которые отразил в интерпретации глав святого писания. И его какие-то постулаты сильно интересовали, как я на эту тему с ними разговаривала, потому что я, так сказать, несколько иных взглядов приверживаюсь. Мы делали в этом. Дело в том, что, видимо, день святого Григория Кессарийского отмечается 30 ноября. И Полис, видимо, я так полагаю, что это какой-то очень святой день для Полиса. И вообще, наверное, в этот день рождаются люди с сильным и целестребленным характером и трудоголики. Вот он таким трудоголиком был, и, видимо, не зря он предпочитал молиться святому Григорию. Так, сейчас мы сделаем буквально двух-трехминутный перерыв, а после него продолжим разговор с нашей гостьей, Светланой Владимировной Ильичевой, журналистом, которая всю жизнь писала о науке. И сегодня мы говорим о Янисе Полисе, изобретателе ремонтативно. Не переключайтесь, ждем вас через две минутки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжаем нашу беседу со Светланой Владимировной Ильичевой, которая была лично знакома с изобретателем ремонтадина Янисом Полисом. И вот она начала рассказывать о том, что это был трудоголик, это был человек, который всецело себя посвятил науке. А вот у меня такой вопрос. Вы говорите о том, что несколько лет он бился над поиском вот этой формулы препарата, помогающего в борьбе с гриппом, и в том числе и разработкой противоопухолевых аппаратов он занимался. А как в то время было организовано вообще? Вот ему были поставлены такие задачи? Или он случайно вышел на то, что этот им найденный препарат имеет такие противовирусные свойства? Сейчас это как-то происходит в виде каких-то грантов, то есть ставится какая-то задача, или в деятельности некой научной лаборатории существует специализация, в рамках которой разрабатываются те или иные направления в фармакологии, в разработке каких-то препаратов. Вот как это было организовано в то время, какие возможности имел конкретный ученый, молодой, вот Янис Полис, в том, чтобы самостоятельно вести такой научный поиск? Имел ли он поддержку какую-то, или наоборот, это все было сопровождено интригами, кто-то его там подсиживал и так далее. Вот как все это происходило, расскажите, пожалуйста. Ну, во-первых, наука, все исследования финансировались из бюджета. Это потом, после 91-го года, когда преобразования всяческих для всех областей в жизни произошли, уже появилась система грантов. Вот тогда об этом и речи не надо будет. Институтом руководил его создатель, Академик Гиллер, изобретатель, кстати, противоракового препарата «Фторофур». Этот препарат, единственный препарат в Советском Союзе, противоопухолевый, который вообще купила за границей, Япония в частности. Больше ни одного препарата противоопухолевого мы не сделали. То, что сделал Гиллер со своей группой, там у него была регина Жук, и другие его ученики. У них существовал план, у них были направления в области органической химии, они известны, вот химия гетероциклических соединений, химия нитропуранового ряда, и они издавали, единственный в СССР, издавали, и до сих пор издают журнал химия гетероциклических соединений, научный журнал, который идет за границей. Это институт органического синтеза. С 1957 года, как он родился, он так и существует. И многие институты ушли, у нас была в Латвии Академия наук, там было, по-моему, 11 институтов. Институт электроники и вычислительной техники, институт физико-энергетический, институт химии древесины, институт механики полимеров, который руководил геоциклолмейстер, участвовавший в создании композитных материалов для космических устройств и аппаратов. И потом он был президентом Академии наук Латвийской ССР какое-то время. А потом он ушел из жизни, он был уже пожилой человек. И поэтому это все делалось по плану. Очень многое зависело от руководства института. Гильдер Умем, он был хороший организатор науки, он вел разговаривать с СК Компартии Латвии, вот потому что хозяином, ну не только в стране, а вот в частности в Латвии была коммунистическая партия в Латвии. И все вопросы серьезные решались наберуть СК Компартии. Если ему нужны были какие-то прорывные действия, он это согласовывается. Про него много интересных эпизодов рассказывали, это не хватит времени, чтобы их вспомнить. Но что интересно, что Гильдер сам занимался разработкой противоопухолевых препаратов и имел учеников, в числе которых полис. Потом вот Ивр Калвинч, который Милдранат создал, кстати, в те же годы, и он имел только такое предназначение, как укрепление здоровья после каких-то болезней. Я лично сама принимала Милдранат, когда мне как-то не здоровилось. На клеточном уровне он укрепляет, допустим, сердечные мышцы. Ну, такой никакой он не допинг. Потом это уже превратили в политический какой-то непонятный спор, не нужно никому. Лишь бы придраться. Но, вероятно, мы знали за рубежом, что это препарат не собственно в России, а в Латвии был изобретен. И потом много других препаратов. В общем, вышло из тем института. И Гиллер был умницей, он хорошо делал. Он поставил, у него было при институте два завода химпрепаратов. Вот создали в лаборатории препарат, он идёт уже на экспериментальный завод. Один из них называется Гриндекс. Сейчас он выпускает. Почему Гриндекс? Потому что первым химиком-учёным на территории Российской империи был иероним Гриндель, который похоронен на кладбище Мартина, за двиной в Риге. Да. Чёрное кладбище такое было. И там, в своё время, я лично, у него такой белый склеп, куда листья сгребали, он был такой замусоренный, очень видный среди всех запоронений. Я в своё время выступала в газете со статьей «Уважение к великим», в которой я писала о состоянии на гробе Гринделя. И там произвели ремонтные работы, привели в порядок, покрасили даже белый свет. И когда я ехала мимо этого кладбища, в гробе Гринделя ярко белилось среди деревьев. Меня это радовало. Да, это была такая традиция, газета выступила, что сделано. И были даже такие публикации. Да, конечно. Там-то очень серьёзно отнеслись к этому делу. Не только по Гриндулю, там ещё было много всяких претензий к руководству города, или даже кабинета министров по подвлечению их к тем реликвиям, которые нуждаются в восстановлении, в сохранении. Светлана Владимировна, вопрос такой. Считается сейчас, что западная система поддержки научных достижений, разработок, она может обогатить человека, сделать его сказочно богатым за счёт того, что он продаёт свой патент, и потом получает с этого патента вознаграждение чуть ли не всю жизнь. Ну, конечно, для того, чтобы получить такой патент, нужно тоже вложить немалые деньги. Поэтому, если изобретатель беден и начинающий, то у него просто нет возможности это сделать и таким образом прорваться к счастью. Ну, вот как система патентной защиты, защита авторского права действовала в Институте Оргсинтеза, где работал Полис, и является ли он общепризнанным мировым изобретателем этого лекарства, «Ремонт-1», получил ли он при жизни такое признание международное? Ну, вот я говорила, перед тем, как начать разговор как-то подробнее, говорила о том, что в 2009 году скончался Полис в 11-м году, в 2014-м, а в 2009 году международная организация интеллектуальной собственности присутствовала ему золотой медаль в области медицинских препаратов. А что касается самого Полиса, он получил патент, но вот я не выяснила, то ли он только 17 лет этот патент действительно был, то ли 30 лет. Наверное, он всё-таки 17, потому что иначе бы ему стипендию не доплачивала Академию наук, чтобы поддержать, так сказать, жизненный уровень. Но надо отметить, что «Олл-Инфарм», потом перешёл в частные руки, это государственное предприятие, созданное в Советской Латвии, на государственные деньги. Вот этот «Ремонт-1» там производится в больших количествах, экспортируется и приносит предприятию «Олл-Инфарм» большую прибыль. Вот, надо сказать, что есть ещё такой препарат, который тоже относится к изобретению Игора Калпинша, вот этот «Милбранат», а ещё есть «Мимонтин». «Мимонтин» — это препарат, который применяется при болезни Ацгеймера. И его в каком-то виде производят, по другим немножко названиям «Олл-Инфарм». Я не знаю взаимоотношения Калпинша с «Олл-Инфарм», но я знаю, что патент на «Мимонтин» купила немецкая фирма «Франк Кротиномальный». И Латвия за большие деньги, да, и получила «Мимонтин» и получила название «Аксура». И вот эта «Аксура» продаётся в аптеках Латвии по очень высокой цене. И я ещё до евро покупала там, по-моему, за 400 латов покупала я один, так сказать, экземпляр «Мимонтин». «Мимонтин», у меня муж болел, и я вынуждена была платить эти деньги. Иногда Калминич мне давал в жидком виде препараты, ну, из «Франк Кротиномальный» присылали. Он мне иногда давал, так, несколько раз, пузырёчек каплями, чтобы не капсулы, а кап. Вот. Вот такие у меня отношения были с этим институтом. То есть вы о них писали, вы были их хроникёром, биографом этих учёных и институтов, а они вам отплачивали добром. Мы работаем в прямом эфире, радиослушатели могут задавать вопросы 672-12-93-9, 672-13-93-9. И мы сегодня говорим о науке в Латвии, о которой всю жизнь писала Светлана Владимировна Ильичёва, наша гостья сегодня, которая с нами говорит по скайпу из Екатеринбурга. Светлана Владимировна, вот я когда знакомилась с биографиями этих учёных, академиков, которые руководили институтами, которые были президентами Академии наук, там, Бруно Пурина и так далее, они вообще производят очень большое впечатление своим каким-то жизненным потенциалом. То есть вот когда смотришь на то, что они сделали за жизнь, просто действительно восхищение это вызывает, поскольку трудно себе представить, чтобы человек вообще мог такие горы свернуть, как они сворачивали. То есть, например, в Институте неорганической химии, в Латвийской академии наук вообще разработали систему защиты от ржавчины, которая до того, как она была запущена, так сказать, в промышленное производство и народное хозяйство, уничтожала там до 30% металла. И это была огромная проблема, которую латвийские учёные фактически решили, изобрели такие препараты, такие вещества, которые защищают металл от коррозии. То есть это была действительно проблема, наверное, такого мирового уровня и решение было мирового уровня. И такая маленькая микроскопическая республика производила такие величественные изобретения, великие изобретения. Как вообще это было возможно? Что за атмосфера была в этой среде? Что характеризовало этих людей? Ну, я вообще-то достаточно поверхностно знакома была с этими людьми, но была знакома по имму и отчеству Дон Андреевич Пурин. Вот, я писала об этом в институте и в работах, и в любом предприятии, которое производило частичные разработки, внедрявшиеся в производство. Ну что, я считаю, что в большей степени такие интеллигентные и симпатичные люди, да, это правда. Например, вот институт электроники и вычислительной техники, там был директор института какими-то Кубайцис, он был вице-президентом, который был наук. И они проводили всесоюзные мероприятия, тогда внедрялись, еще внедрялись автоматизированные системы управления. Сейчас для нас это совершенно все понятно. Мы сидим с вами, и у нас с вами тоже автоматизированы системы управления нашим разговором, нашим беседом. А тогда это только внедрялось, и они разрабатывали это на практике для себя в институте, в лаборатории. Что интересно, что в нашей редакции в Советской Латвии некоторые сотрудники никак не могли понять, почему пишется автоматизированные системы управления, чем? И ставили мне в текст, ставили слово «производством», понимаете? Меня это забавляло, конечно, но как я докажу людям, я возьму за руку и поведу в институт, чтобы им объяснили, что это такое. Чем угодно автоматизированные системы управляют, чем угодно. Даже моим пищеварением, допустим. Ну да. Вот в таком плане, что я хочу сказать. Конечно, существовали проблемы внедрения производства, их разработок. Это очень такая была важная проблема в Советском Союзе. Действительно проблема. Не просто так, что по массу всё. А была проблема. Но всё-таки о той системе финансирования науки, всё-таки вот в институте органического синтеза, уже после объявления независимости, всё-таки вспоминали как-то с некоторой грустью. Видимо, институт всё-таки был на хорошем счету. И они просто работали с полной отдачей своих творческих сил, интеллектуальных. И вот их система грантов, она их очень заставила выживать, просто выживать. Часть даже помещений пришлось дать в аренду. Вот такие вот явления были. А ведь это институт, который строился целенаправленно именно для этих целей, для создания препаратов, лекарственных. Но эта беда была не только в этом месте. Но он выживает, потому что хорошо работал. Потому что там мозги были. И есть ещё, наверное, там я сейчас не знаю, кто директор. Калвинж был, когда я приезжала из Риги, Калвинж был директором. Они как-то менялись. Вот Мулнергиллер. Вместо него был Чиппинс. Он уже покойный. Ушли они. Потом был Лукевец Эдмунд, он кремно-органической химией занимался. От Чиппинс и Гумер Чиппинс. Он занимался химией пептидами. Я, кстати, в журнале «Наука и жизнь» писала с чертежами его работы по химией пептидам. Его тоже уже нет. Они как-то все ушли. Ну да, это было много лет назад. И, конечно, естественно, что люди стареют, уходят. И весь вопрос, сохранится ли эта отрасль науки на таком уровне, как это было, я вспоминаю интервью, которое брали у Курта Шварца, руководителя Саласпилского атомного реактора научно-исследовательского. Он же, как известно, в 90-е годы уехал в Германию работать. И местный корреспондент, поскольку он часто сюда приезжает, является почетным членом нашей Академии наук, лауреатом различных наград нашей Академии. И печатается, публикует здесь свои такие философские статьи в журнале «Энергия» он посал. И вопрос был к нему такой, что почему вы решили уехать? И действительно ли, понимали ли вы, что из научного учреждения, которое фактически было востребовано на уровне всей такой большой страны, Советского Союза, ваша лаборатория превращается в такую провинциальную, можно так сказать, частную историю в рамках маленькой Академии наук, маленького государства. Ну вот он примерно так и говорил, что ему хотелось сохранить масштаб исследований, хотелось преподавать и так далее. И вот это было мотивацией, когда он согласился принять предложение о переезде за границу. Это, конечно, грустно, потому что на самом деле те масштабные задачи, которые решали институты Академии наук, сегодня, ну, фактически не ставятся перед наукой, поскольку она стала такой более локальной, более приземленной, более практичной. Вот есть грант на разработку, делаем, там привлекаем каких-то партнеров международных где-то на подхвате, вот, а многие отрасли науки и, ну, вообще перестали существовать, так же, как и некоторые институты были закрыты. Итак, сегодня мы вспоминали изобретателя «Ремонтодина» Яниса Полеса, Светлана Владимировна Личева была с ним лично знакома. И вот, может быть, если резюмировать судьбу этого человека, остался ли он там человеком-ремонтодином, или все-таки он смог, если вкратце, вот сейчас подвести итог, смог какой-то еще вклад в науку внести, или вот этого «Ремонтодина» достаточно для того, чтобы имя осталось в истории? Ну, я думаю, что достаточно, потому что химия Адам-Антана вообще целая область, органическую химию, он ее создал, и, видимо, она развивается дальше, но я не занималась этим вопросом подробнее. Так что я думаю, что дело Полеса живет, живет, и его никогда не забудут, тем более сейчас вот эпидемия коронавируса. Некоторые предлагают даже в качестве профилактики заражения от коронавируса потреблять ремонтодин. Вот. Но я не знаю, насколько это поможет или не поможет. Я знаю, что ремонтодин я принимала в тот момент, когда спирепствовал герит штамма H3, N2 и H1, N1. А он против определенных штаммов действовал, но ведь, так сказать, по законам диалектики история повторяется в виде спирали. Может быть, на каком-то витке эти штаммы тоже придут, и, видимо, частично они и курсируют. Циркулируют. Они частично уже, так сказать, имеют место в жизни людей, потому что вирусов-то много всяких, может быть, они никуда не делись. Так что ремонтодин он будет. Может быть, кто-нибудь когда-нибудь найдет другой препарат, но противовирусных препаратов очень мало вообще, очень мало. Сейчас на интерферонах в основном работают. Это, так сказать, много спектра белков, органических белков внутри организма. Эти препараты создают на основе интерферонов, но одно другому не мешает. Хорошо. Итак, сегодня мы поговорили о Янисе Полисе, изобретателе Ремонтодина, о том, какая была наука в Латвии и какой она является сегодня. К счастью, у нас есть чем гордиться, есть что записать на скрижале истории. Вот наша сегодняшняя гостья Светлана Владимировна Личева как раз была тем человеком, который помог зафиксировать в истории, вот на этих самых скрижалях достижения латвийских ученых. И хорошо, что мы можем обратиться к этому опыту, взять из него что-то лучшее и, может быть, подумать о том, что еще можно развивать в перспективе. Спасибо, Светлана Владимировна, за участие в передаче. Программу провела Людмила Прибыльская, звукорежиссер студии Родион Золотарев. Всего доброго. До встречи через неделю. До свидания. До свидания.